Привет! Сегодня наш второй урок, и речь пойдет о ритмике. А если конкретизировать, то именно о ритмике в футворке. Если вы уже знакомы с брейкингом не понаслышке, были, может быть, на каких-то джемах или баттлах, смотрели какое-то видео, то, может быть, вы, как и я, заметили, что многие бибои, когда они танцуют наверху, танцуют топ-рок, то они, в принципе, делают это достаточно ритмично. Но как только они опускаются вниз, заходят на футворк или на пауэр-мув, они немного забывают о том, что все-таки брейкинг – это в первую очередь танец. И я хотел бы сегодня для вас раскрыть такой небольшой секрет о том, как внизу также можно танцевать в музыку, делать все круто, красиво и ритмично. Та музыка, под которую мы танцуем брейкинг, а именно это фанк, это хип-хоп, иногда это рок-музыка, это музыка квадратичная, которая делится на музыкальные фразы, определенные музыкальные отрезки. Чаще всего музыкальная фраза отделяется 32-мя щитами или 16-ю, но может быть и меньше, и больше. Соответственно, если мы понимаем структуру 32-16-8-4-2-1 и дробный счет и раз и два, то мы можем это успешно использовать в нашем танце, и он будет смотреться намного более ритмичным и будет соответствовать музыке, под которой мы танцуем. Когда вы только будете начинать учиться делать футворк под музыку, возможно, вам потребуется как бы мысленно считать, да, в соответствии с музыкальным ритмом, но с вашим опытом эта необходимость уйдет, и вы просто будете чувствовать музыку, и не нужно будет об этом думать. Проще всего начать будет с каких-то совсем базовых штук и просто постараться их укладывать в ритм, да. То есть, например, начинаем с этого шага, да, и просто делаем его под ритм, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если для кого-то, например, это слишком быстро, то можно делать в два раза медленнее, да, поскольку наш ритм, он квадратичен. Соответственно, это будет выглядеть таким образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соответственно, дальше вы можете это развивать, ну, там, предположим, сделать, там, сикстеп. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да? Дальше вы можете это делать, в принципе, со всеми остальными шагами, и, соответственно, это будет выглядеть там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Это самый простой из вариантов, но, в принципе, любой из ваших шагов, да, которые вы используете в футворке, вы можете делать под разное количество щитов. Все зависит от ваших возможностей, артистических, например, если вы делаете медленно, либо именно технических, если вы, наоборот, делаете быстрее. В идеале, чтобы вы каждый из своих шагов научились делать хотя бы в трех скоростях, в трех разных темпах. Это нужно не для того, чтобы вы всегда делали быстро, а для того, чтобы вы умели как бы свинговать своими шагами, да, то есть менять эти темпы и делать свой танец интереснее и вкуснее. Итак, я показал, как это можно делать подсчет, но мы уже говорили, что со временем это нужно будет перевести на такое, как бы, ощущение, чувствование музыки. И сейчас я хочу вам продемонстрировать мой вариант, такой небольшой фристайл, небольшую импровизацию, как я поделаю просто футворк под бит. В рамках этой темы у некоторых возникает вопрос так, под сколько щитов нам, например, делать сикстеп? На самом деле можно делать под сколько угодно, и под 8, и под 6, и под 4, и под 2. Все просто зависит, опять же, от вашего артистизма и от вашей техники. И я хотел бы вам показать, наверное, наиболее быстрый вариант, да, то есть именно под два счета. Два счета. Итак, это был урок о том, как можно научиться делать футворк под музыку, как можно сделать его максимально ритмичным. И сейчас я вам хотел бы дать небольшое домашнее задание. Оно будет заключаться в том, что, во-первых, вам нужно будет попробовать, естественно, все, что вы умеете поделать под ритм. Если вы только начинаете, то попробовать считать про себя. Если вы уже опытный бибой, то попробовать потанцевать на чувствах, но чтобы ваш футворк был максимально музыкальный и ритмичный. Второе домашнее задание будет заключаться в том, что вам будет необходимо сделать сикстеп в трех разных темпах. Под восемь счетов, под четыре счета и под два счета. Под два счета, на самом деле, будет делать сначала достаточно тяжело, поэтому попробуйте взять какую-то медленную музыку, например, какой-то хип-хоп. И по мере того, как у вас будет получаться, просто потихоньку берите более и более быструю музыку. То есть, например, начать можно с 90 bpm и закончить с 115-120 bpm. Вам нужно будет научиться его делать максимально быстро, чтобы вы полностью контролировали свое тело, чтобы вы полностью контролировали скорость своего футворка. Потому что если вы не умеете делать быстро, то в моменте вряд ли сможете сделать в соответствии с музыкой, с быстрой. А если вы умеете делать быстро, то замедлиться вы всегда сможете, вне зависимости от того, какая музыка играет. Ну и, конечно же, присылайте видосы с выполненным домашним заданием мне. И если нужна какая-то будет помощь, я вам подскажу.